Привет! Вы думали, что знаете все загадочные факты о нашей Земле, и ничто не может вас удивить? Я докажу вам обратное. Поехали! В эпоху интернета все больше и больше людей узнают факты, которые от них изо всех сил скрывались. Вот топ самых загадочных вещей, которые не должны существовать. Изогнутая пирамида. Пирамида Снофру была одной из первых и одной из самых интересных пирамид в Древнем Египте. Она была построена в королевском некрополе в Дашуре. Сооружение отличается от любой другой пирамиды в стране. Дело в том, что пирамида была сделана из блестящего полированного известняка. Южная сияющая, так древние египтяне называли ее. Около 2600 года до н.э. изогнутая пирамида была построена фараоном Снофру. Его пасынок Хуфу отвечал за строительство великой пирамиды в Гизе. Пирамида была возведена в пустыне на западном берегу Нила в 40 км к югу от Каира. До этого пирамиды строились на плодородных землях. Но в этот раз все было иначе. Вместо того, чтобы возвести идеальную пирамиду, строители изогнули верхнюю часть стен внутрь. Изогнутая пирамида является одной из пяти пирамид Старого Царства, возведенных 4500 лет назад. Известниковая оболочка пирамиды отлично сохранилась, благодаря чему она по-прежнему сияет при свете солнца. Стены нижней части пирамиды поднимаются под углом 45 градусов, а затем внезапно становятся плоскими. Из-за этого у пирамиды такая странная форма. Это удивительное произведение древней инженерной мысли, которое поражает наше воображение и сегодня. Камень из Линчжоу, в который вставлен металлический стержень. В июне 2002 года был обнаружен необычный камень с металлическим стержнем внутри. Очень интересная находка заинтересовала Залина Ванг, коллекционера из китайского города Ланьчжоу. Таинственный камень имеет грушевидную форму и около 8 см в длину, 6 см в ширину и 6 см в толщину. Он весит 466 граммов и очень твердый. Предмет относится к типу камней, которые никогда не встречались ранее, что наталкивает на мысль, что это метеорит. Но геологи и коллекционеры со всего мира заинтересовались этим камнем не только потому, что непонятно, из чего он сделан. Артефакт содержал металлический стержень с винтовой резьбой. Ученые выдвинули множество безумных теорий о том, как этот камень возник. Одна из них заключается в том, что этот камень является реликвией цивилизации, существовавшей задолго до нашей. Другая теория – это метеорит, который принес информацию от инопланетной цивилизации. Все потому, что металлический стержень с винтовой резьбой плотно завернут в черный каменный материал. Это может быть хорошим объяснением. Стержень не похож на предмет, сделанный людьми. Как бы то ни было, никто не знает, что это за камень и чем является предмет с резьбой. Но эта находка может быть ключом к поистине удивительным открытиям. Загадочная монета Никто никогда не сомневался, что монета, найденная археологом Гаем Мельгреном, это настоящая норвежская монета, изготовленная в Скандинавии в средние века. Но спустя 60 лет после того, как Мельгрен нашел ее, археологи и эксперты по монетам по-прежнему пытаются объяснить, как она попала в штат Мэн, США. Теория, что викинги были в Америке до Колумба, основывается на исландских сагах, которые рассказывают о путешествиях из Гренландии в землю далеко на западе, где растет трава и виноград. Почти все, кроме жителей Скандинавии, которые переехали в США в 19 веке, думали, что это просто древние истории. Но иммигранты гордились этими сагами и использовали эти истории, чтобы защитить свое право жить в новой стране, особенно когда к ним плохо относились или над ними смеялись. Выходцы из Скандинавии полагали, что древние истории правдивы, и искали доказательства этого. И они нашли их в штате Мэн. Всевозможные виды вещей, которым было не место в США, были найдены в этом одном единственном месте. Как будто это была всемирная ярмарка до Колумбовой эпохи. Среди этих вещей была монета. Самое веское доказательство того, что викинги были в Северной Америке задолго до Колумба. Дорчестерский горшок, которому 500 миллионов лет. Археологи часто находят вещи, демонстрирующие уровень технологий, который, согласно общепринятой науке, не должен был существовать в то время, когда эти предметы возникли. Такие вещи называются неуместными артефактами. В большинстве случаев о них быстро забывают. Так было и с дорчестерским горшком. Этот горшок представляет собой красивый металлический сосуд высотой 11 см и 30 см шириной. На нем есть геометрический узор, нанесенный с помощью серебра. Чтобы сделать что-то настолько красивое, потребовалось бы много мастерства и времени. Но дорчестерский горшок привлекает к себе так много внимания не потому, что это прекрасное произведение искусства, а потому, что горшок застрял в песчанике возрастом 500 миллионов лет. Несколько научных журналов опубликовали убедительные доказательства, подтверждающие этот факт. Но если это правда, то нам нужно выяснить, как это произошло. Значит ли это, что самому горшку так же как минимум 500 миллионов лет? И если это так, то кто тогда создавал серебряные изделия в викторианском стиле в то время, когда даже травы-то не было? Волосатая лягушка Таитийская бородавчатая рыба-клоун выглядит очень странно, если не сказать больше. Рыба-клоун живет в коралловых морях, особенно предпочитает моря, где есть рифы. Но рыба-клоун не просто выглядит странно, она и ведет себя необычно. Во-первых, ее волосы, которые на самом деле являются шипами, помогают рыбе слиться с окружающей средой. Подобно хамелеону, рыба-легушка может менять свой цвет, чтобы сливаться с обстановкой. А еще рыба-клоун не умеет плавать. Вы можете подумать, что для рыбы это плохо. Но, кажется, это нашу героиню не расстраивает. Рыба-клоун не любит расходовать энергию и преследовать добычу. Поэтому свисающие шипы выполняют функцию приманки. Когда добыча подплывает ближе, чтобы посмотреть на приманку, лягушка начинает активно действовать и атакует. И даже новейшие камеры с замедленной съемкой с трудом улавливают атаку рыбы, потому что она происходит так быстро, что на укус уходит всего 1,006 секунды. Это делает рыбу-клоун одним из самых быстрых животных в мире. Тайна Зальцбургского клуба Знаменитый Зальцбургский клуб, также называемый волчьим яйцом, это очень странный древний артефакт, который был найден в 1885 году в Вольфсаге, Австрия, внутри куска бурого угля, найденного рабочим. Тот обнаружил этот предмет, когда разбил блок бурого угля, возраст которого составлял 20 миллионов лет. Позже, в 1886 году, горный инженер Адольф Гроут рассказал о странном необъяснимом объекте. По его словам, куб был сделан из железа, на нем был тонкий слой ржавчины, а весил куб 785 граммов. Он был 67 миллиметров в высоту, 67 миллиметров в ширину и 47 миллиметров в длину. Четыре стороны куба плоские, а две другие расположены на противоположных сторонах, идеально округлые. Примерно в центре куба по всему периметру вырезана довольно глубокая канавка. Куб был явно сделан машиной. Но что за машины были 20 миллионов лет назад? Куб хранится в музее в австрийском городе Вакельбрук. Но увидеть его там нельзя. Куб спрятан в запасниках музея. Артефакт НЛО найден рядом с костями динозавра. Мы думаем, что люди – первый разумный вид, населивший эту планету. Но это может оказаться не так. И не только потому, что люди не всегда умны. Вот доказательство существования развитой цивилизации, которая, возможно, возникла за тысячи лет до нашей. Кусок алюминия, который выглядит так, будто его сделали вручную. Доказательство того, что 250 тысяч лет назад инопланетяне прилетали на Землю. Таинственный кусок металла был найден в Румынии в 1973 году. И в то время об этой находке мало кто знал. Тесты показали, что объект сделан из 12 различных металлов и на 90% состоит из алюминия. Алюминий люди стали создавать только 200 лет назад. Поэтому находка большого куска металла, которому 250 тысяч лет... Но что еще более странно, это то, что металл был найден вместе с кучей костей динозавров. Это древнее охотничье оружие на динозавров. Эксперты говорят, что в куске металла есть углубление, словно он был частью более сложной машины. Сейчас люди много спорят о том, является ли этот объект частью оружия НЛО или доказательством того, что инопланетная цивилизация в прошлом посетила Землю. Друзья, ни для кого не секрет, что Ютуб отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. А что если эти загадочные факты лишь вершина айсберга? На самом деле, в мире существует еще множество тайн, о которых я расскажу в следующих видео. Не пропустите. Пока.